Мировой экономический кризис Экономическое процветание 1920-х годов на Западе сопровождалось быстрым ростом стоимости акций ряда компаний. Создавались финансовые пирамиды, власти полагали, что свободная рыночная экономика способна на саморегуляцию, а функции государства состоят лишь в создании максимально благоприятных условий для деятельности предпринимателей. В октябре 1929 года недолгий период экономической стабильности сменился кризисом. Он начался с неожиданного падения стоимости акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это привело к банкротству владельцев ценных бумаг. Так начался финансовый кризис, который охватил вскоре весь мир. Кризис отразился на промышленности, сельском хозяйстве, общественной жизни. Значительное сокращение производства вызвало рост безработицы. Только в странах Запада количество безработных составляло около 30 миллионов человек. Еще одной особенностью кризиса стала его продолжительность. Он длился почти пять лет. 1929-1933 годы. Причинами кризиса стали последствия войны и послевоенные решения. Традиционные хозяйственные связи были нарушены. Мировая экономика была перекружена долговыми обязательствами. Дисбаланс в экономике, в цепи производства, распределения, потребления. Промышленность и потребительские товары благодаря технологии массового производства росли быстрее роста зарплаты. С этим была связана низкая покупательская способность населения. Правительства западных стран оказались не готовы к таким событиям. Долгое время не вмешивались в экономику и не предпринимали совместных действий. Правительства стран стали сокращать расходы, увольняя служащих, экономя на социальных затратах. Все это усугубило кризис. В Соединенных Штатах Америки, когда страну потряс социально-экономический кризис, избранный в 1928 году президент Гувер не видел необходимости принимать эффективные меры для борьбы с ним. В условиях безработицы и обнищания населения усилилось напряженность в обществе. Гувер отказывался обсуждать вопросы организации общественных работ и помощи безработным. И только когда положение стало отчаянным, президент согласился выдавать государственные займы частным корпорациям, чтобы не допустить краха экономики, а также штатам для помощи нуждающемуся населению. Политика Гувера привела к поражению республиканской партии на выборах 1932 года. Президентом стал Франклин де Лана Рузвельт. Он вступал в должность в пик кризиса, который сопровождался крахом множества банков. Политика Рузвельта получила название «Новый курс». Она заключалась в активном вмешательстве государства в экономическую и социальную сферы. Сначала были временно закрыты банки для того, чтобы упорядочить их деятельность. Установился государственный контроль над выпуском акций частными корпорациями. Увеличились налоги на крупный капитал, наследство и недвижимость. Была осуществлена программа помощи нуждающимся, безработным предоставлена была возможность принять участие в общественных работах различного назначения. Немаловажную роль в новом курсе Рузвельта сыграл закон о восстановлении национальной промышленности. Он регулировал отношения как между предпринимателями, так и между предпринимателями и работниками. В каждой отрасли предприниматели заключали между собой кодексы честной конкуренции, в которых оговаривались единые цены, продолжительность рабочего дня, рынки сбыта. Также был принят закон о регулировании сельского хозяйства. Повышались цены на фермерскую продукцию, что позволяло сделать сельское хозяйство рентабельным. По фиксированным ценам покупались излишки продовольствия, фермерам за сокращение посевных площадей выплачивались премии. Принятые меры улучшили положение прежде всего крупных фермеров. В 1936 году Рузвельт был переизбран на второй президентский срок и вскоре столкнулся с противодействием Конгресса и Верховного суда, отвергающими ряд законопроектов. Президента упрекали в насаждении социализма. Однако экономический кризис 1938 года и массовые движения социального протеста заставили Конгресс и Верховный суд изменить отношение к предлагаемым правительствам-законопроектам. Был принят ряд важных реформ в социальной сфере – закон Вагнера, национальный закон о трудовых отношениях, закон о социальном страховании. Было запрещено применять детский труд, а с целью снижения безработицы были введены максимальная продолжительность рабочей недели и минимум заработной платы. В 1939 году Рузвельт объявил, что цели нового курса достигнуты и необходимость в дальнейших реформах отпала. В Великобритании из-за того, что темпы промышленного развития в 20-е годы были низкими, не произошло спада производства. Страна меньше других пострадала от кризиса. Но в Великобритании сокращение производства было достаточно серьезным, особенно в 1932 году, что привело к массовой безработице. Главными направлениями экономической политики стали первое – протекционизм и государственная поддержка сельского хозяйства, второе – расширение и поощрение экспорта, третье – были приняты меры по социальному страхованию и оказанию помощи безработным. Кризис обострил проблему финансов. Из-за угрозы появления дефицита бюджета правительство ввело жесткую экономию. Налоги повышались, пособия по безработице сокращались, зарплата госслужащих снижалась. Эти меры вызывали недовольство среди рабочих. Однако такими методами удалось избежать финансового краха. Во Франции экономический кризис начался позже, чем в других странах, в 1930 году и продолжался до 1935. С 1932 по 1936 годы правительства формировались на основе коалиции радигалов и левоцентристских группировок. Были неустойчивыми. Смена кабинетов происходила через 3-4 месяца. Правительства пытались сбалансировать госбюджет, снижая государственные расходы, сокращая зарплаты и увеличивая налоги. Меры привели к росту безработицы и обнищанию населения. Нестабильность власти на фоне кризиса привела к активизации крайне правых и фашистов, которые стремились установить диктатуру. После того, как французские фашисты попытались осуществить государственный переворот, в стране развернулось антифашистское движение. В 1935 году социалисты, коммунисты и представители партии радикал-социалистов, забыв о разногласиях, заключили соглашение о создании Народного фронта. На состоявшихся в 1936 году парламентских выборах Народный фронт одержал убедительную победу. Было сформировано правительство, которое возглавил Леон Блюм. Коммунисты поддержали правительство, но войти в его состав отказались. Политика нового кабинета строилась на усилении роли государства в экономике и социальной сфере. Между предпринимателями и рабочими было заключено соглашение, по которому повышалась зарплата, устанавливалась 40-часовая рабочая неделя, вводился минимальный двухнедельный отпуск. Для мелких предприятий создавались льготные условия налогообложения и кредитования. Но финансовые затруднения заставили правительство Блюма приостановить осуществление программы Народного фронта. Реформы требовали больших средств, которые коммунисты предлагали изъять у зажиточного населения. Это означало бы переход движения на более высокую ступень социального конфликта, к которому участники Народного фронта и населения не были готовы. Правительство Блюма просуществовало до 1938 года, когда премьер-министром Франции стал радикал Эдуард Даладия. Осуществление политики Народного фронта было прекращено. Экономический расцвет 20-х годов сменился тяжелейшим кризисом. В большинстве стран Запада он преодолевался путем осуществления мер государственного регулирования экономики и социальной сферы.